Возбунтовавшиеся почтальоны одержали окончательную победу над своим начальством, повторно попытавшимся их уволить. Этой весной почтальоны в Дзержинске в массовом порядке отказались разносить и продавать продукты. Делать это их заставляло руководство почты, причем в приказном порядке. И более того, почтальонов заставляли, выдавая пенсию, уговаривать пенсионеров что-нибудь у них покупать. Не просто уговаривать, а давить на жалость, говорить, что уволят, если они эти продукты не продадут, ну и прочее. Был жесткий план по продаже, который почтальоны обязаны были выполнить в течение месяца. Почтальоны в конце концов взбунтовались, отказались это делать, их уволили. Уволили десятки человек, некоторым оставалось буквально несколько месяцев до пенсии. Но суд восстановил почтальонов на работе. Осенью они приступили к исполнению своих обязанностей, но руководство почты все же попыталось их снова уволить. Подало в областной суд жалобу. Но и областной суд встал на сторону почтальонов и руководство почты в их требовании и иски отказал. Оставить без изменения апелляционную жалобу акционера на общество почты России без удовлетворения. Мы согласны с решением суда? Без комментариев. Треться, пожалуйста, пожалуйста. Давайте сначала получим решение и определимся. Будете обжаловать? Сейчас не готовы ответить. Конечно, они недовольны, они не хотели нас восстанавливать. Но мы рады, мы рады, что нас восстановил суд. Мы надумали, надеялись на то, что справедливость есть, и она устарествовала. Спасибо. Спасибо.